Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. После ссоры с мужем не общаемся и не видимся несколько дней. Причины уйти у меня были достаточно веские, тут и беспричинные подозрения в неверности, обвинения в изменах, припоминания всех моих бывших, это умыслы, унижения, обидные слова, угрозы развода и попытки всю вину за это приложить на меня. Не выдержала, заблокировала его в мессенджере, где писал мне гадости. При встрече и попытке обсудить произошедшее, сказал, что не хочет ничего обсуждать. Тема закрыта, что нужно наслаждаться прогулкой и друг другом. После этого начал говорить, что я как жена должна быть нежной, ласковой. Сказала, что какой мужчина такая и женщина рядом. Слово-за-слово вновь разругалась, порвал мне сумку накануне той же вещь и спорта. После этого высказал ему, что он ведет себя как дурак и ушла, а после моего ухода он заблокировал меня везде. Не знаю, наверное, извиняюсь, да и не писала я ему. И вот пять дней не разговариваем и не видим, что вчера получила от мужа пустой смс. Это что вообще? Нужно ли реагировать каким образом? И вообще, как дальше с ним себя вести, если объявиться любым образом? Семью хочется сохранить, но и так просто общаться, как ни в чем не бывало, после этого не получается. Ну, это нормально, у вас обида. Естественно, никто не сможет вам сказать, что будет дальше. Никто не сможет вам сказать, что будет дальше с вашей семьей, что будет дальше с вашими отношениями. И никто не сможет вам в общем и целом сказать, как будут дальше развиваться события, потому что это неизвестно. Переменок очень много. Не совсем понятно, что вы чувствуете к своему мужу, не совсем понятно, что он к вам чувствует. Не совсем понятно, что на данный момент вас объединяет и в общем и целом толкает, двигает на то, чтобы сохранить семью. Вообще, как мне кажется, идея сохранить семью не самая лучшая, потому что семья, ну, что такое семья, то есть семья. Ну вот, семья это в данном случае просто социальная структура, социальное образование, которое в общем-то просто есть. Ну вот. И не более того, вот просто есть. То есть это вот буквально, буквально, просто есть, просто существует. И все. Поэтому говорить о том, чтобы сохранить семью, наверное, ну, не самое лучшее, как мне, по крайней мере, видится решение. Мне видится в целом эта ситуация таким образом, что вы в определенный момент себя просто как-то потеряли, что ли. Как-то вот запутались вы, заплутали, переключили, ну, можно сказать все свое внимание на своего мужа только. Ну вот, а это привело, по сути, только к тому, что он... Копится обиды, копится, ну, вот, какой-то негатив. И, в общем-то, все, на этом, больше ничего нет. Поэтому я думаю, что начинать вам нужно с того, чтобы разобраться в себе, что вы чувствуете, как хотите, вот вы даже спрашиваете, да, как себя вести. Вот, как себя вести, чтобы что? Как себя вести, для чего? Ведь исходить-то нужно из того, что вы к мужу чувствуете. Ну, мне так, по крайней мере, видит. Исходить нужно из этого. А из чего исходите вы сейчас? На что вы опираетесь? В своей модели поведенческой. Вот это, конечно, интересно и непонятно. У вас в отношениях сейчас наблюдается кризис. И кризис-кризис нужно решать, конечно. Есть ваш вклад в то, что происходит, и, конечно, есть вклад вашего мужа тоже. То есть тут вот, и вы, и он, как мне видится, способствовали тому, что у вас сформировались такие проблемы. Вот, ну это, вот, как мне видится, не так важно, как то, что вы хотите, что вы будете делать дальше. Вот. Наверное, нужно менять, в первую очередь, подход к человеку. То есть очевидно, что та модель поведения, которую вы используете сейчас, она не работает. Очевидно, что эта модель поведения приводит только лишь к ссорам и конфликтам. Очень важно, чтобы вы для себя определили свой вклад в ссору. Вот. Что конкретно я делаю для того, чтобы ссора стала реальной. Вот. Чтобы не только один муж был за всё ответственно, но и чтобы свою ответственность вы тоже различали, понимали и видели. Вот. Во всех смыслах это очень полезная история, если вы хотите отношения свои с мужем сохранить. Дальше, вам нужно собраться, как я уже сказал, в своих чувствах и для чего. Чтобы лучше себя понять, чтобы лучше понимать, что происходит с вами, чтобы лучше понимать то, чего вы хотите, чтобы лучше отслеживать и замечать, возможно. Свои чувства. Вот. И учиться их выражать. Вот. Любой конфликт можно разрешить, это не является проблемой, но проблемой является фактическое желание людей работать над собой. Вот. Я порекомендовал вам изучить психологическую игру скандала, она, в общем-то, есть в интернете, вы можете её изучить, вы можете её поисследовать для того, чтобы лучше понимать, что в целом происходит, да, и как стали возможности ссоры. Так что, значит, вы пишите причины, у меня были вески. Да. А вы думаете, что муж изменится? Ну, вот говорят, что вы хотите сохранить семью, да. Как это происходит, как это происходит, вы рассчитываете на то, что муж изменится, вы рассчитываете, что он перестанет быть другим, ой, то есть перестанет быть таким, какой он вот сейчас есть. Правильно я вас понимаю. А что из того, что он вам вот как-то сказал, да, что из этого вы воспринимаете как, ну, например, оскорбление, да, допустим. То есть то, что вас удивляет, что вам обидно, что вызывает боль. Это первое. И второе, что из того, что муж вам сказал, что из этого не соответствует вашим, так скажем, ценностям. Да. То есть вот тоже давайте постараемся как-то на этот вопрос ответить. Это довольно важный и весьма значимый, ну, момент. Что из того, что вам сказал ваш муж, да, вас прямо вот задевает. Так вот, задевает достаточно сильно. А что из того, что вам сказал ваш муж по ощущениям не соответствует ценностям вашим. Дальше, если у вас соответственно что-то задевает, то с этим можно поработать. То есть разобраться с этим, потому что в данном случае я думаю, что вы сами понимаете, что дело, ну, вот, не совсем в, значит, в том, что вы, там, не согласны с тем, что он говорит, а дело заключается немножко в другом, а именно в том, что вам это болит. Вот, вот, и болезнь вообще никак, никак не связана с тем, что, правда он говорит или нет. Дальше, значит, не выдержанно и заблокировано его, пищевые, да. То есть это про что? Это про то, что вы, значит, пытались себя сдерживать. Тоже момент, для чего пытались себя сдерживать, как пытались себя сдерживать и что пытались себя сдерживать. Момент важный, момент серьезный. Здесь вы говорите о пренебрежении по сути дела своими чувствами. Вот. Ну, к сожалению. То есть вы говорите о том, что, ну, вот, мне что-то не нравилось, да, меня что-то не устраивало. Вот. Вот. Я это все, значит, себе держал, 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 держал и вот. Однажды не выдержала и вот, ну, как же, как-то вот взяла и все высказываем. Вот. Ну, так, в этом смысле, совершенно логично то, что вы, ну, вот, не выдержали и все, в этом смысле это вполне нормально. Дальше. Заблокировал его, значит, я писал негадостей при встрече и попытке обсудить предоставщение. Сказал, что не хочет ничего обсуждать, тема закрыта, нужно наслаждаться прогулкой друг с другом. Вот тоже довольно интересный момент. Почему? Потому что как-то вы, значит, получается, ссоритесь, а потом, что получается, встречаетесь. Как это происходит, я не очень, честно говоря, понимаю. Вот. После этого я начал говорить, что как жена должна быть нежной, ласковой. Вот. Ну, опять же, что это? Это проявление позиции вашего мужа и тогда, извините, это его ценности, по крайней мере, такие вот, какие у него есть на данный момент. Или это больше все-таки проявление какой-то обиды. Дальше вы пишите сказали, что как у мужчины такая женщина рядом. Да? То есть вот тут вот вы тоже, в общем и целом, говорите про него, но не про себя. То есть перекладывание ответственности. Вот есть. Есть такая игра психологическая. Это называется перекладывание горячей картофели. Вот это то, чем вы занимаетесь. Да? То есть перекладываете ответственность. Перекидываете ее. Слово за слово вновь разругались. То есть опять же, вот ваш вклад в то, что вы разругались. Пожалуйста. Это очень важно. То есть порвал мне сумку, но, короче, тоже вещи испортил. То есть вот опять как-то у вас по нарастающей идут обиды. То есть нам испортил сумку, вы человеком идете гулять. Вот. Высказал он, что он ведет себя как дурак. Он ушел. А из какого чувства? Вот. После мы его уходим. Он заблокировал меня. Где? А? Должно быть по-другому. Должно быть по-другому. И вот дней 5 на разговоре мы не увидимся. Хотите-то чего? Какого? Вчера я получил это соответственно. Ну, вероятно, по ошибке. Нужно ли реагировать? А хотите? Каким образом? Как хотите? Когда же вы вести себя, чтобы что? Когда же вы вести себя, чтобы что? Понимаете? Вот тут вот. Я поставил, что вы в кризисе. Вы потеряны. Сейчас нужно себя обрести. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по этому поводу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. se Продолжение следует...